Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем рисовать с вами пончик. И, как вы можете догадаться, один из них, из вот этих двух, он не настоящий. Ну, я думаю, что вы на самом деле догадались, да, поэтому вот этот можно взять и съесть. Вот, видите, я доказала, что он не настоящий, а вот этот нарисованный. И мы будем сейчас его вместе рисовать. Давайте покажу, как все происходило. Ну что, давайте начнем нашу непростую задачу. Я буду использовать пастельные мелки и пастельные карандаши. Это будет такой небольшой квест для меня на самом деле, потому что, чтобы все выглядело убедительно на камере сверху, мне тоже нужно сверху наблюдать на наш пончик. Поэтому давайте я расскажу все этапы, будем с вами все проговаривать и поймем, как вообще создать реалистичное изображение живого предмета, который мы с вами видим перед нами. Понадобится нам для начала карандаш. Давайте каким-нибудь светлым, наверное, наметим, потому что у нас все должно быть довольно аккуратно, да. Важно угадать по размеру. И еще момент, так как есть тень, да, с правой и с левой стороны, потому что у меня несколько источников света, то нужно будет оставить расстояние для тени вот этой слева, да, и для небольшой тени справа. Думаю, мы также две тени и сделаем. Вообще все по-другому, конечно, когда рисуешь с фотографией, совсем иначе все. И я смотрю на дисплей камеры еще, да, чтобы выглядело все в том же ракурсе. Я уже заранее продумываю, как это будет. Скажем, если вот здесь пойдет наша тень, да, вот так, допустим, вот так, если идет тень. Хотя, кстати, чуть-чуть могут быть отличия в ракурсе, главное, чтобы он получился настоящим. Давно я такого не делала, особенно, чтобы вот на камере предметы выглядели идентично. Тут, конечно, не возьмешь его и не обведешь, тоже это не сработает. Потом расстояние. Это я наметила тень, которая слева падающая, да. Потом нам нужно найти расстояние от тени до пончика. Ее, конечно, можно и вот так вот промерить. Можно поставить расстояние на глаз. Вот таким образом, например, да. То есть, примерно похоже. И потом ведем форму пончика. Он же еще не плоский, да, он объемный. И это значительно усложняет всю историю. Если бы я сидела, да, тогда, ну, как обычно, тогда бы я рисовала его, у меня бы другой ракурс был виден, а мне нужно именно сверху. Так, а, кстати, так у меня он не поместится. Давайте, знаете, что сделаем? Я чуть-чуть подвину вот так прям вплотную тень. Вот так. И тогда у меня все должно поместиться. Прям где-то на сантиметрик все сейчас двигаю. Надо, знаете, как это делать? Просто абстрагироваться от того, что, во-первых, он живой, что он еще пахнет пончиком. И представить, что это предмет, просто предмет, который мы рисуем с фотографией, да. Ну, как-то так, нормально. Середина, да, я примерно смотрю, опять же, по камере, чтобы был на том же уровне. Вы можете проделать то же самое, и камера у вас не будет, соответственно, да, потому что она у меня сверху, вот, над всей этой историей, понятно. То вам будет удобнее все это сверху наблюдать. Но мы попробуем плюс-минус его все равно воссоздать. Ну, уже похоже, да, что пончик. Расстояние слева слишком маленькое. Двигаю его чуть-чуть еще сюда. Это все, кстати, из-за вот этой тени ее бы не было. Но у меня не может ее не быть, потому что у меня два источника света и плюс еще один сбоку. Так. Ну, вроде похоже, да, если что, по форме мы его подкорректируем, ну, либо будет он худее, либо толще, чем основной пончик. Ничего страшного. Угу. Давайте, может быть, сделаем тень справа. И, может быть, мы с них и начнем. Здесь, кстати, меньше будет расстояние пончика. Вот так пойдет тень. И пускай она сюда уходит, здесь ничего страшного. Все равно визуально будет она заметна. Я специально камеру не двигаю, не делаю ни ближе, ни дальше, чтобы я видела, что у меня выходит. Так. Нормально. И можно теперь подбирать оттенки для тени. Думаю, сначала мы сделаем тень, и потом приступим к пончику. Так. Что я вижу, да? Какие здесь цвета? Есть, конечно, рефлексики и теплые, розовые, плюс желтые от самой, от самого пончика, да? Без глазури. Нижней части. Вам она видна с этой стороны. По цвету. Ну, конечно, она такая серенькая, но все равно не темная. Не темная. Можно будет, кстати, потестить какие-то цвета. в сторонке, например. Да? Если вот вы хотите на чистовую это сделать. Хотя у нас бумага абразивная, она... А нет, так нормально тоже я вижу. Я уже села, вижу, в принципе, ничего. Если вот такой бежевый оттенок, давайте попробуем. Холодный. В живой он, конечно, теплее, но на камере он холодноват. Слушайте, это интересная прям задача квеста я себе придумала. Я, кстати, еще кое-что придумала нарисовать. Вот так вот сверху. По тону он, кстати, нормальный. Вот этот серый, да? И он, кстати, так приятно, мягенько рисует по абразивной бумаге. это набор вот этот. Сейчас покажу вам упаковочку. Джексонс. Очень-очень дешевый набор. Вот такой. Вот такой. Но мне нравится очень на пастельмате какие-то фоны делать и такие общие участки. я сделаю как? Я сделаю его этим цветом. Ее я имею ввиду тень. И потом мы доведем ее до нужных оттеночков. То есть, сначала поработаем с тоном, а потом с цветом. Это подходящий вариант, когда вы не знаете, с чего начать и не можете прям вот один в один попасть. да, это нормально. Это бывает довольно часто. Я немножко повернула камеру, чтобы у меня вмещались два пончика. Потому что в какой-то момент оно приблизилось и я все потеряла. Все, что у меня было. И немножечко из-за этого рисунок тени поменялся. Здесь она раньше будет теперь заканчиваться. С помощью клячки мы попробуем следы белого карандаша убрать. И по форме он тоже как-то чуть-чуть изменился. Возможно, либо я так криво нарисовала. Меньше надо будет сделать наш пончик, который будет прикидываться настоящим. Я надеюсь, да, будем надеяться, что это получится. Так, вот так мягенько завершаю тень. Можно закрасить и тень справа. Хотя у нас добавится еще с вами объем, поэтому может быть нормально будет. Я имею ввиду ширину пончика. Тут главное посмотреть, получится ли его сделать таким же объемным, как на видео. Пока ничего даже не растушевываю, просто наношу цвет. Пока что объемом тут и не пахнет. Пахнет только пончиком мне. Растушевываем, делаем мягче края тени. Причем если обратить на нее внимание, она такая абсолютно круглая, пушистая за счет того, что идут вот эти посыпочки наверху. Она немножечко такая вибрирующая, можно так сказать. Поэтому сейчас я растушую и наверное не пальчиком, а растушевочной палочкой я чуть-чуть распределю контур, чтобы он не был таким круглым. Какой-нибудь относительно не очень грязный возьмем. Но это кстати с теплым оттенком нормально это нам подойдет. Вот так будем растушевывать довольно мягко, чтобы осталось сверху. В общем многое зависит именно от самого вашего референса. То есть как у него выглядит тень, насколько он объемный, в каком положении лежит. Это будет многое значить. Вроде у меня статичный свет и ощущение что тень куда-то уходит вот сюда вниз. Так. растушевываю тень справа. Тут опять кадр чуть-чуть не влезает. Здесь идет такой выступ. Его тоже я показываю. Вот так краешки тени смягчаю и все будем ее теперь с вами темнить и теплить. так лишнее убрали. Можно еще чуть-чуть границу вот эту смягчить. Именно белый карандашик сделать мягче и можно пройтись чуть-чуть клячкой. И с правой стороны тоже. Давайте теперь мы будем затемнять. Сравниваем оттенки. Прямо как на камере они сейчас выглядят. Более такой коричневый. Этот прям уж очень у меня холодный серый цвет. Я возьму теплый коричневый какой-нибудь вроде вот такого. Это из наборчика сонелье. И я осторожно попробую позатемнять. Если много цвета взяли, часто вот так делаю с пигментированными мелками. То есть часть убираю вот так вот обручку уже испачкалась. И давайте будем наносить и затемнять. Нормально кстати идет. Да, вполне подходит этот цвет. Вместе с серым хорошо выглядит. Можно заходить на форму пончика, потому что мы его еще не сделали. Ему ничего не страшно. Самое главное границу вот эту красивую теневую ее соблюдать. Ну хотя бы чуть-чуть я надеюсь я приближусь к тому, что он станет настоящим. Это я уже вперед заглядываю. У меня в голове сложилась вся система как мы будем это делать. Все равно тень довольно холодная. Мне нужно будет ее чуть-чуть еще затеплить и какие-нибудь вот такие возьму. Правда они будут хуже сейчас переноситься с пальчика, но все равно дадут определенный цвет. Мне как раз нужно чтобы цвета было немножко но чтобы он был теплый и какой-то даже светлый я бы сказала. Добавила я охру. Видите, уже более тепленькая она смотрится, но вот сейчас мне кажется, что там больше розового, поэтому возьму вот такой в оранжевую сторону мелочек и пройдусь чуть-чуть с ним. Я сравниваю одновременно как это смотрится и вживую и на камере. Потому что у меня до сих пор очень какой-то он голубой. Чуть-чуть розово-оранжево справа я добавила и теперь у меня явное ощущение, что тень здесь плотнее и темнее. Давайте сюда сейчас с капельку. Не может же она поменяться, правильно? Или потому что я вглядываюсь и начинаю видеть какие-то изменения. Сложно сказать. Вот у меня же свет не меняется, поэтому почему так происходит непонятно. Вот сюда очень он все равно остается таким голубым каким-то тут оттенок такой более грязноватый и давайте другой какой-нибудь еще. Мне здесь даже нужен не серый. Давайте как сделаем сейчас хитро. Я затемню с помощью черного вот так и он будет немножечко становиться и теплее. Когда таким образом добавляете черный, он всегда теплит. Поэтому возможно появится нужный мне оттенок. Теперь снова беру растушевку и немножко этот цвет я перемешаю и плюс добавлю вот такие неровности по краям которые есть на настоящей тени и заодно чтобы она у меня получилась более такая равномерная да ровно заполненная ну вроде ничего не считаю что она все равно недостаточно теплая поэтому вот всякие такие рыженькие на пальчик добавляю и будем наносить я думаю что вот этот цвет нам должен помочь кстати интересная вещь из набора сонелье все они очень мягкие да вы знаете потому что ручной работы да пастель экстрасофт мягкая мягкая но некоторые пигменты они жесткие например как вот этот мелок то есть никогда бы не угадала что он рядом с ними там находится похож на какого-то рембрандта или на фабора довольно жесткого может быть чуть-чуть вот так вот я нанесу прям поплотнее она станет конечно очень рыженькая а дальше мы опять растушевкой распределим а то мне кажется какая-то тень у меня бесконечная устала я ее делать уже хочется конечно прям вы знаете попасть в нужный оттенок мне кажется это было бы здорово но сейчас если плюс-минус меня устроит то что получается я буду успокаиваться идти дальше теплый рефлексик снизу здесь добавили он может быть кстати еще плотнее для этого можем взять с вами какой-нибудь коричневый или около коричневый карандаш сейчас посмотрю из моих может быть какой-то вот такой довольно красненький можно вот этот про который я вам говорила что он как-то произошел последнее время вот такой вот конте в желто-коричнево оранжевый вот он такой будет мне кажется где-то вот такого здесь и не хватает потому что тень будет внизу где уголочек здесь стыков двух теней она более темненькая во-первых ну а потом вот этот желтый цвет там тоже присутствует как рефлекс от самого теста этого пончика ну вот вроде так поубедительнее смотрится чуть-чуть я карандашом поправлю тень с левой стороны и добавлю в этот же карандаш коричневого то есть чтобы и нужный тон и нужный цвет у нас получился ну что поехали давайте делать самое интересное будем наш пончик рисовать возьму для начала какой-нибудь может быть фиолетовый либо светлый сиреновый либо розовый ну тут можете любой взять все равно цвета будем с вами намешивать давайте розовый возьмем он просто посветлее хотя фиолетовый будет лучше вам наверное заметен да давайте тогда фиолетовый я если что себе буду потом осветлять и по тем линиям которые мы наметили аккуратненько еще раз его форму дублируем потом я рисую а смотрю на камеру да потому что мне нужно чтобы по ракурсу это выглядело так же как и он да то есть так же как камера видит несмотря на то что я нахожусь сбоку да потому что здесь не мои глаза а здесь камера поэтому пытаюсь вот поймать эти линии но опять же повторюсь если чуть-чуть кружочек сам по себе у пончика будет другой я не буду себя за это винить хочется просто чтобы он был как настоящий я надеюсь такое получится давно я такое не делала я такое делала знаете с всякими цветочками листочками но они плоские это проще чем вот объемная форма но зато интереснее все-таки возьмем в компанию к этому фиолетовому желтый желтый какой-нибудь яркий для того чтобы продлить эту линию я хочу чтобы у меня все сейчас одной линии было и мне было понятно да где у меня пончик-то находится здесь что мы видим краешек теста желтого и он уже должен уходить вниз вот сюда вот так да как-то так еще нужно будет середину подвинуть потому что я вот когда камеру видимо крутила вертела даже вот так слушайте как-то так еще фиолетовый выглядит синий на камеру но это я посмотрю потом по цвету подтяну такие мелкие вот эти подготовительные работы давайте возьмем ка все и закрасим с таким вот сиреневым вместе с розовым или даже прям розовым давайте розовым закрасим а потом чуть-чуть холодного добавим меня еще сейчас смущает что холодит очень камера но окей опять же по цвету я это доделаю мне главное чтобы у меня идентично они выглядели вот как я вижу давно кстати этим розовым не рисовала это вот этот дешевый набор виста артиста где иногда знаете бывают такие вкрапления которые царапают вот как сейчас если такое не любите вообще даже не пробуйте но если просто хотите с чего-то начать либо если вы рисуете стабильно на абразивной бумаге то без разницы можно и дешевую пастель ну не то что конечно без разницы но можно если у вас обычная бумага и очень такая базовая пастель то будет не очень так вот резко да я сказала ну я люблю на самом деле и всякие недорогие бренды пробовать потому что бывает есть такие классные находки а это всегда приятно это как не знаю что-то по скидке получил здорово это я про коричневый который вот этот очень хороший теплый таких кстати не так много которые вот именно мне нужны коричневые для животных например для каких-то рыжих кошек вообще то что надо я еще в поиске идеального коричневого карандаша точнее я знаю что он есть мне надо его просто докупить я не помню какой-то номер это у фабора такой теплый коричневый такой красно-рыжий вот как теплый теплый шоколадный оттенок вот он прям то что надо всегда вот он нужен ему сложно найти какую-то замену ну ладно не будем про карандаши сейчас давайте доделываю вот эту форму закрашиваю до конца прям слушайте вообще я начинаю переживать какой квест я придумала тень у нас внутри темная соответственно у пончика да там выглядит конечно на самом деле она теплее чем на камере не такая темная поэтому я возьму наверное начну с вот такого закрашу растушую и дальше мы туда еще цвета подобавляем так какая-то предательская полоска вот здесь у меня ничто не должно выдать что это не настоящий пончик ну хотя да она там довольно темная темненькая тень можно взять и вот такой насыщенный коричневый я сейчас ориентируюсь даже не на мягкость карандаша да просто на то чтобы у меня там нужный цвет вышел внутри опять же пока что пончик сам еще не разработан можно выйти тенью за его пределы и и что еще и может быть чуть-чуть более таким четким сделать контур у тени растушевать всю поверхность пончика давайте займемся желтой стороной наверное там я добавлю немножко цвета и яркости это карандаш да тот же бренд вот этот просто уже видите заканчивается желтенький очень хороший желтый как теплый белый он такой работает да неплохо вроде бы можно с тем же желтым который мы уже использовали и где-то перемешать в принципе мы там немного видим этой границы сильно главное со светлым не уходить вот сюда потому что там у нас идет затемнение и вижу еще что здесь есть кусочек более рыженький такой даже может быть охра вот такая давайте на розовые добавлю как раз и посмотрим ну вот да какой-то такой похожий цвет теста получился ну не то что прямо один в один но довольно уже аппетитно как-то становится коричневым еще немножечко делаю вот здесь углубление вот кстати не всеми материалами можно передать такой вот эффект настоящего предмета или или не предмета да от бумаги и от материала многое зависит конечно же сейчас сделаем пончик объемным возьму какой-нибудь бордовый давайте попробуем хотела кстати карандашами в основном делать но видите пока мелкие отлично идут вот какой-то такой бордовый попробую наносить будем на затемнение добавлять и смотреть нужный ли цвет получается в принципе похож наверное да наверное хочется чуть-чуть более фиолетовым давайте мы как сделаем так же как и с тенью сначала я сделаю вот этот объемчик я нанесу на участке тени вот так бордовый цвет если цвет у вас не слишком пигментированный да если это не экстра мягкая пастель то можно наносить и прям вот активно вот так сразу мелочком на работу еще здесь еще затемнение сверху а дальше я хочу капельку вот такого фиолетового чисто из-за оттенка тоже добавить на вот сюда на темные участки по краям вот так вот нанесем и будем потом аккуратно растушевывать фиолетовый я добавила я добавила чуть-чуть пройдусь карандаш потому что у него нужный мне оттенок фиолетовый и чуть-чуть вот такой в розовый да так он и называется видите фиолетовый от дервинта конечно нужно было заточить это знаете еще заточки когда я старалась точить механической механической точилкой но с пастелью это не очень работает ломаются мелочки ой ну грифели да сами по себе ломаются все-таки ничего не поделаешь обычные то есть цветные карандаши они хорошо поддаются такого плана заточки можно еще немножко сверху дать затемнение вот так по контуру проходимся надо было без этих штучек посыпанных брать а то как я буду все рисовать да представляете еще немножко затемнение вокруг середины и будем растушевывать нам нужно такую гладенькую форму конечно создать поэтому перемешиваем розовый вместе со всеми темными которые мы нанесли добавлю кстати вот этого красного на растушевке потому что очень у меня холодит оттеночек с одной стороны я просто пытаюсь сделать цвет как на камере а на камере он более холодным выглядит а в жизни он более розовый теплый поэтому сейчас будем его чуть-чуть розовить даже так сейчас растушую и сразу будем заглаживать с каким-нибудь розово-коралловым чтобы осветлить пончик когда пончик начал появляться тень уже смотрится более прилично возьмем вот такой какой-нибудь вот такого плана кораллово-розовый и с ним я буду тушевать и делать более розовым пончик да так вроде неплохо становится он порозовее с красно-розовым карандашом тоже пройдусь по контуру чтобы цвет чуть-чуть подтянуть вот вот самое интересное вот действительно то что я вижу его плоским на рисунке да рядом объемный настоящий пончик но на камере который вот этот фальшивый да он начинает уже смотреться более настоящим чудеса конечно а просто да что мы делаем наносим рядом оттеночки светлые темные растушевываем а вот оно как все магия просто какая-то волшебство да рисование ладно это преждевременно я еще говорю сейчас неизвестно какую ерунду сотворю дальше да немножко вот такого розового светленького прям буду добавлять на участке более такие бликующие вот здесь посередине ну в принципе по цвету то ничего уже тень еще нужно будет серединке сделать поглубже какая-то она прям несерьезная там получилось давайте мы прям сразу схитрим нанесу туда черный а дальше мы его распределим с теми цветами которые там уже у нас есть возьму тоненькую растушевку и попробуем примерно похоже сделать отверстие такое и сразу какую-нибудь такую приятную тень возьму для нее несколько оттенков можно даже кстати красный с фиолетовым вместе в смеси дают красивый бордовый цвет такой довольно сложный думаю то что нам нужно как раз розовые они как правило чтобы быть яркими они могут быть немного разбеленными фиолетовые с красным очень хорошо вот так еще чуть-чуть пройдемся по контуру здесь довольно большой слой пастели поэтому видите растушевывается все неплохо зашла я чуть-чуть на отверстие вот так сейчас его вернем в увеличенный размер так и черно можно для глубины добавить еще сюда затемнение так будет казаться что этот участок он поглубже у нас так нормально нормально мне кажется даже очень неплохо ой сейчас будет самое интересное я не знаю как я буду это делать честно вам скажу вот эти все палочки давайте начну а под перед палочками то знаете что кстати еще есть вот на камере не так сильно видно но тем не менее возьму опять мои красные с фиолетовым неровность такое углубление этого пончика чуть-чуть здесь присутствует то есть он не полностью круглый из-за вот этой посыпки это немножко теряется но давайте для убедительности я добавлю вот так и буду сейчас делать посыпку начнем давайте с не знаю с розового давайте начнем подберем нужный оттенок у меня есть может быть даже несколько сразу чтобы он был светящимся вот такой как основа может быть бронзил попробуем какую-нибудь одну поставить и посмотрим более цвет красный да очень розовый этот есть есть у меня еще бронзил вот такой жалко они цвета не называют мне нравится когда знаете они название пишут свои ну ладно это так просто может быть сделать вот так давайте еще один вариант кстати приглядеться если то я вижу что есть разные розы видите более насыщенный розовый и посветлее но сделаем эти нюансы тоже скажем если я ношу вот такую полоску вот эту сахарную штуку нормально нормально смотрится да в принципе похоже как-нибудь если вот так вот так она наверное ярковата для блика мы можем ей добавлять какой-то светлый вот такой но главное делать это довольно тоненько потому что видите они такие маленькие и нужно будет что-то очень тонкое то что вокруг нам позволит добавлять контур здесь можно будет дополнительно использовать карандаши цветные вот такого плана у меня есть черный в чем разница он более тонкий и поэтому он позволит где-то нам добавлять вот такие вот затемнения видите в чем разница сразу смотрится объемнее так думаю так мы и будем поступать поехали тут главное начать да основной цвет добавляю потом более светлый скажем в серединку и не обвожу а просто с одной из сторон добавляю такой контур вот этот черный нужно будет очень очень аккуратно добавлять и не везде так примерно смотрю по расположению как у меня они будут идти потому что здесь форма сокращается соответственно тут они идут по-другому они становятся меньше да вот какими-то вот такими и пытаюсь примерно тоже расположение сделать ну со всеми со всеми расположениями я не угадаю поэтому хотя бы плюс-минус эти палочки раскидаю чтобы они были гладенькие чтобы было ощущение что они прям там находятся и где-то даже меньше нужно будет черного чтобы они были все-таки не как червячки такие так давайте дальше заполняем все так же нашими палочками так и так так и довольно кропотливая работа пока я ставила палочки розовые я посмотрела что где-то я хочу мы и добавим в будущем после белых палочек немного фактурки добавить то слишком получается такой идеальный пончик который мы рисуем где-то будет больше деталей больше подробностей но чтобы не уходить фиолетовый я добавляю чуть-чуть где-то красную чуть-чуть розовых плюс сама вот эта поверхность да глазури она видите такая блестящая блеск тоже у нас должен быть без него никак и что есть еще вот такие теплые вкрапления где просвечивает неоднородный слой глазури да то есть где идет участочек такой с коричневым здесь можно два коричневых понамешивать взять вот такую охру и более теплой чтобы было более такое естественное восприятие нашего пончика да он такой слишком идеальный получается вот эти углубления которые мы делали черного можно делать также каким-то более плотным то есть темно-фиолетовым например да посмотреть вот где они присутствуют и чуть-чуть добавить потому что сейчас вот это с красной посыпкой становится понятнее что где вообще да поэтому рядом с палочками розового цвета вы можете добавить такие затемнения фиолетовым ну где-то наверное недостаточно да еще по количеству я сделала розового но я предлагаю уже сейчас поставить белые палочки вот эти насыпать давайте посмотрим как вообще это по цвету нам лучше делать чтобы они были такие натуральные по оттенку ну в принципе ничего смотрите как будем делать вы сначала легко карандашом довольно тверденьким но не супер мягким то есть здесь не нужно general совершенно да это может быть вот фабрик пожалуйста перемешиваем с предыдущими слоями эту полосочку и добавляем потом светящийся белый наверх то есть первый цвет такой получится довольно розоватый потом белый блик туда добавляем и по форме их делаем прям именно палочками то есть чтобы края были довольно прямыми какие-то можно делать прям еще еще легче например как-то вот вот так вот какие-то кусочки там палочек идут совсем маленькие и вот сейчас давайте таким образом мы заполняем с белым я сейчас добавлю еще красных полосочек точнее даже таких бордовых более темных для этого для этого я расставляю полоски коричневым таким вот красно-коричневым ставила и потом в него в эти полосочки помещаю розовые за счет чего получается объемчик то есть расталкивается карандашик в стороны вот сейчас здесь давайте сделаем несколько покажу то есть я в центр наношу розовый карандаш пастель немножечко стороны распространяет коричневый получается коричневый контур и за счет этого они выглядят более темными таких несколько можно сделать по краям вот тут и будет за счет этого больше объема потому что светлые полоски все будут светлее по серединке по краям все будет темнее и смотрю где-то здесь еще мне прям вот хочется темных не хватает чуть-чуть вот так и где еще может быть где-то давайте вот здесь парочку тоже по краю так уже больше объема будет а можно кстати вот здесь в глубине тоже добавить что касается глубины нам нужно будет еще сделать потемнее еще больше черного туда добавить чтобы смотреть на камеру как выглядит и добавлять более темное пятнышко так вроде неплохо можно чуть-чуть красного и даже белого посветлее вот туда в глубину там есть несколько полосчик которые прям в глубине находятся как правильно как правильно эту посыпку назвать палочки посыпательные какие-то да еще немножко белых где-то белые прям выделяю посильнее особенно это можно сделать вот здесь по центру то есть на самой объемной части пончика у меня какой-то более аккуратный получился чем на самом деле чем на самом деле но это еще не конец да это еще не все нету блеска который есть там да вот у меня этого блеска нету давайте мы его сделаем сейчас попробую вот на этом кусочке давайте будем пробовать буду расставлять такие точки светящиеся они будут нам как бы показывать о том показывать говорить нам о том что это блестящая глазурь блестящая поверхность это джексон джексон с дженералс постоянно путаю но пока не было еще этой ошибки до этого раза это дженералс карандаш да белый который самый яркий вот я с ним ну тут можно с любым на самом деле вот эти точки делаю то есть это наши с вами блики на глазурь в принципе это можно сделать и мелком да то есть вы можете взять любой мелочек и эффект будет такой же просто старайтесь с острой стороной это делать и постараемся добиться иллюзия вот этого блеска на пончики так сейчас буду сверху смотреть на всю нашу красоту и будем так доделывать так 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 ага чего не хватает да то что я вижу от белого не хватает от белых палочек объема где-то яркости еще самих этих белых палочек давайте как делаем нам на самом деле чуть-чуть осталось я вот этот вот блеск точечный до расставляю сейчас это вот так да то есть по серединке мы это сделали по самому пончику в принципе норм не хватает у нас не хватает контраста вот этих палочек поэтому я сейчас на некоторые из них вот так прям ярко добавлю пастельный мелок особенно на серединку на каких-то вот чтобы они выглядели контрастнее и от них мы должны сделать с вами тень тень можем тоже сделать каким-нибудь не обязательно пастельным а даже обычным цветным карандашом сейчас я найду вот такой у меня цветной карандаш он как бы металлик на самом деле он просто такой теплый серый можно сказать оттеночек дает можно повыделять таким образом некоторые белые полосочки особенно на тех участках где есть вот эти кусочки теста которые просвечивают и на других можно это сделать также с фиолетовым например да то есть любым каким-то способом вы их чуть-чуть так вот выделяете чтобы они казались объем не не полностью обводим а с одной из сторон аккуратно подчеркиваем это можно также сделать и с вот этими розовыми какой-то яркости розового мне честно говоря не хватает давайте вот некоторые розовые я еще вот так выделю тенью рядом с ними и добавим еще цвета туда в принципе сейчас темным уже получше выглядит потому что этот наверное самый такой насыщенный из моих розовых по сравнению с остальными как раз у него нужный такой теплый оттеночек да вот так видите я поярче сделала розовый цвет стала лучше больше похожи они на себя во всяком случае но все равно почему-то не такой контрастный белый сейчас наверное давайте еще чуть-чуть несколько белых бликов с вами поставим может быть парочку каких-то еще ярких полосочек так вот так получше да то есть в живую я смотрю мне они кажутся какими-то толстенькими но на камере это воспринимается как-то лучше а с правой стороны где вот вот эта хлебная часть мне хочется чуть-чуть больше яркости добавить может быть какой-то даже такой рыженький и немного еще затемнение опять опять да мы делаем эти затемнения фиолетовый с красным помните мы делали с вами вот давайте так сейчас доделаем вот с таким можно красненьким еще больше глубины сейчас должно появиться сама тень которая вот здесь в глубине она какая-то более плотная на самом деле как будто вот у меня недостаточно вот здесь темно такое ощущение попробую еще вот эту середину уплотнить хотя там уже просто черного такое количество немеренное на сам пончик немного да там видно прям поплотнее этот кусок чуть-чуть затемнений по краям давайте сделаем то есть сейчас просто доводим до нужной степени контраста всю эту историю да даже вот так с таким красно-коричневым я могу под затемнить но потеряла немножко я мои белые штучки палочки мы добавим и они же белое есть еще тут где-то по краю за счет этого мы выделим контур немножко красного на розовые участки сейчас для яркости добавлю и еще разочек проверяем уже в принципе да вполне себе объемно получилось немножко белых бликов ну что сам пончик оставляю таким какой он есть все я его под замучила возвращаясь чуть-чуть к моей прекрасной тени еще немножечко ей вот такого затепления сделаем и за счет этого капельку выделим пончик так он неприятно немножко конечно шуршит карандаш но что делать да ради красоты так 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 а слева я бы даже ну ладно чуть-чуть добавим так теперь пальчиком либо растушевочка все это растушевываем так а контур такой я сделаю от него немного избавлюсь и все я имею ввиду контур у тени у тени да если если где-то нужно можем еще чуть-чуть выделить участок вот этого хлебушка как сказать да самого пончика без глазури ой прям сегодня такой квест был для меня еще знаете нужно это красиво сфотографировать чтобы было ощущение что справа настоящий пончик хотя сейчас очень аппетитно выглядит вот честно все будем заканчивать больше не будем пончики мучить чуть-чуть вот еще одну такую полосочку и все можно бесконечно доделывать палочек там много их можно рисовать долго ура закончили все будем считать наши пончики законченными и здорово в общем мне понравился этот опыт хотя было вообще не просто вообще ни разу не просто ой но очень интересно я надеюсь что вам это видео понравилось обязательно его оцените оцените мои старания если понравилось поставьте палец вверх подписывайтесь на канал три раза в неделю я публикую видео и мы с вами рисуем пастелью и не только ну что друзья до новых встреч пока пока